Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вероятно, все вы слышали слова, которые приписывают Серафиму Саровскому «Спасися сам, и тысячи спасутся вокруг тебя». Ну, конечно, здесь надо эти слова несколько разъяснить, потому что понятно, что сам человек едва ли спасётся. Мы Христа называем Спасителем. Наверное, точнее, их надо понимать так, что «Встань на путь спасения, и тогда тысячи спасутся вокруг тебя». И вот сегодня мы вспоминаем преподобного Сергия, который своей жизнью, плодами своей жизнью подтвердил абсолютную правильность вот этих удивительных слов «Встань на путь спасения, и тысячи спасутся вокруг тебя». Его воистину можно назвать собирателем земли русской. Обычно это приписывают князьям, царям, людям, обладающим административной властью, войском, силой, авторитетом и так далее. Но преподобный Сергий ничего этого в жизни не имел. И даже когда ему предлагалось стать митрополитом московским, святитель Алексея так предложил, он решительно отказался. Сказав, что никогда я не носил ни золота, никаких украшений, и такие не занимал места, и прошу тебя, отче святый, не обременяй меня, не накладывай бремена неудобоносимые. Боярский сын, который с детства такой имел горячую любовь к Богу, вообще ко всему, что связано с церковью, что связано с молитвой. Все, конечно, помнят такую замечательную картину Нестера, Нестера в видении отрока Варфоломея. Это так звали преподобный Сергия до монашества. Сергий – это его монашеское имя, когда он пас овечек, и подошел какой-то странник к нему, и стал с ним беседовать, спрашивая о том, какие у него из жизни трудности, и все. И Варфоломея ему покаялся в том, что он никак не может научиться грамоте читать, никак ему грамота не дается. Ну, он так это как бы поимел в виду, и отрок пригласил его в дом к себе, потому что он знал, что его родители принимали странников, тем более в монашеской одежде, любили церковь и людей церковных. И вот когда уже все стели за стол, то вдруг монах этот попросил отрока читать молитву перед едой. И он очень засмучался, что он боялся, что он не сможет, как всегда, это сделать. Вдруг сошла на него благодать Божия, и он без опенки стал читать подряд молитвы, которые надо было читать, и дали жития какие-то, и все. В общем, стал с этого момента легко ему стал читать, и он читал и Священное Писание, и он, словом, освоил грамоту. То есть было какое-то благословение не только на это, но и на весь его дальнейший путь. Когда он собрался принять монашество, то родители просили подождать, когда они закончат свой жизненный путь, и тогда уже уйти, посвятить себя Богу. Он так и сделал, дождался. Жил, вы знаете, неподалеку здесь, маленькое селение Радонеж, неподалеку от Сергиева Посада нынешнего. Тогда, конечно, никого Посада не было, а была гора, называя Маковец, и вот туда он и ушел вместе с братом, для того, чтобы предаться монашеской жизни. И действительно, стал таким вот ревностным очень монахом, и ему были замечательные такие откровения, явления Божьей Матери. Вот на нашем храме, когда мы выбирали, какие нам иконы здесь ставят, на клирустах, на левом, на правом, то как раз наш алтарник Валентин написал вот эти две иконы, именно связанные с преподобным Сергием, потому что он как собиратель земли русской, и мы сейчас тоже в таком находимся периоде, собирать, восстанавливать землю русскую после десятилетий гонений без Божия. И вот преподобный Сергий, такой начальник земли русской, и было ему явление Божьей Матери, которая его благословила, и предсказала, что он будет много-много людей вокруг себя собирать в этой своей маленькой церковочке. Особенность этой церковочке была в том, что он посвятил ее Троице Святой. Святая Троица. Такая, видимо, глубокая вот такая вот, у нее чувство необходимости любви, собранности, что для него образ Троицы стал вот этим образом единства. И в самом деле он говорил, что вот эта Троица, как для нее символ любви Божьей, которая противоположна вот этой вражде, которая вокруг существовала, между князьями, между русскими татарами, набеги, войны вокруг и так далее, вот прицел к этому, что вот единство Троицы и любовь лиц Троицы друг к другу. Жертвенность. Вот на иконе как раз видно, что такая любовь, что даже никто не может сказать, что этот Отец, этот Сын, там Дух Святой нет. Вот это единство, единство и взаимная любовь. Вот это он посвятил в свою жизнь. Это, конечно, глубоко, какое-то глубокое мистическое откровение, что он избрал именно эту тему, это название для храма, которое сохранилось и до сих пор. Ну, а сегодня мы на самом деле спразднуем событие, которое произошло уже спустя некоторое время, после его кончины. Он скончался в 1394 году, через 10 лет после Куликовской битвы, на которой он благословил Дмитрия Донского, предсказал ему победу трудную, но, тем не менее, победу. И в 1394 году он скончался уже в мирной глубокой старости. Но жизнь тогда была очень беспокойной, и вот в 1408 году, то есть спустя там немножко больше 10 лет, было страшное нашествие на Москву хана Мицетгирея, который разрушил пригорода Москвы и жёг монастыри, церкви и так далее. Но преподобный Сергий во сне, ночью явился игумену Никону, игумену монастыря, и предупредил его, что будет такое нашествие, чтобы он унёс иконы, братьев спас, ушёл в леса и так далее. Словом, так они поступили и многое спасли. И преподобный Сергий ему и говорил, что ты не огорчайся от этого, потому что как Христа гнали, как Христа распяли, убили, но он воскрес, победил смерть, так и церковь эта будет разрушена, а потом снова воскреснет, снова будет построена на этом месте церковь в честь Святой Троицы. Что и произошло в дальнейшем. И уже строилась не деревянная церковочка, которую сожгли татары, а строилась каменная церковь. Это уже ближе к 1422 году, когда копали фундамент для неё, то как раз открыли и мощи преподобного Сергия. А перед этим был чудесный сон одному из крестьян, зажиточных ближайшего селения, где при этом был данный Сергий, говорил о том, что тут храм строится, всё, а вот мои мощи лежат там в воде и так далее. И действительно, когда они там поглубже покопали, то действительно обнаружили, что вот его захоронение, действительно покрыто водой, но было удивительное чудо, что мощи были некленные, и даже самооблачение, как будто её только что похоронили. Так что все были поражены этим великим чудом, и поняли, что это великое благословение, что вот это действительно место стало центром собирания земли русской. Так было и на протяжении всех последующих веков, и так и по настоящее время. Все мы понимаем, что вот это есть символ единства, и не только просто некий символ, но и та сила, которая даётся людям, которые приезжают, которые там вот учатся, бывают там и так далее. Так что вот такой сегодня замечательный праздник. И нам, конечно, очень важно чтить вот память преподобного Сергия, и понимать, что подобно тому, как сказано вот Евангелие, который читается на всеночность для памяти преподобных, «Возьмите игомы на себя, говорит Господь своим ученикам, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Вот как никому более эти слова подходят к преподобному Сергию. Он сильно кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим. И вот этот образ мира и покоя, который был в его сердце, давал ему величайшую мудрость, величайший такт. Мирил князей, успокаивал всякие там церковные нестроения. Так что Господь поэтому и говорит, что «Иго моё благо, и бремя моё легко». Потому что действительно, что может быть легче, чем плоды установления мира между людьми? Плоды, когда удаётся людям убежать от войны и всего прочего, и с твёрдой верой, всё, что несмотря на эти неудачи, разрушения, пожары, это всё восстановится. Вот наш храм, он тоже так как бы символ такого же падения, разрушения и восстановления. В 1930-м году его закрыли, замазали там все иконы, всё-всё-всё-всё. Иконы вывезли, ни одной не осталось. Одну только, видим, настоятель, отец Пётр Львен спас, перенеся вот в соседний храм в Брюсовом переулке. Вот храм Космы, икона Космы Демьян, вот она только и сохранилась. Но вокруг этого снова, как и семьи, всё воскресает. Так что нам судьба преподобного Сергия и его слова о том, чтобы не бояться этих сопротивлений и разрушений, особенно близки и понятны, уже просто на истории вот этого нашего замечательного храма. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok